Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Но последние несколько лет живет вместе с мужем и сыном в Барселоне. Муж Оксаны – врач. С началом эпидемии он перешел на работу в скорую помощь. Оксана не относилась скептически к проблеме пандемии. Рассказы мужа врача не оставляли сомнений в существовании вируса. Однако она была уверена, ее это не коснется. Крепкое здоровье и сильный иммунитет не позволят ей заболеть. Даже когда у мужа появились первые симптомы заболевания, она ухаживала за ним, совершенно не опасаясь. Когда состояние мужа ухудшилось, стало трудно дышать, ему диагностировали двустороннюю пневмонию и положили в госпиталь. Оксана осталась дома одна с маленьким ребенком. Им пришлось полностью изолироваться. Она понимала, что ребенок может быть носителем вируса. Уже было известно, что многие дети переносят заболевания бессимптомно, но могут при этом заразить окружающих. У нее тоже проявились первые симптомы. Всю неделю у меня была слабость, началась диарея, пропало обоняние. Симптомы, которые я воспринимала, как возможное проявление усталости, потому что сижу с ребенком одна. Я не придавала им значения до того, как у меня резко упало давление, и я потеряла сознание, говорит она. Я поняла, что со мной что-то не то. Осознала, что могу просто отключиться, и ребенок останется один. Муж Оксаны в это время уже был в больнице. У семьи в Барселоне нет родственников, с которыми можно было бы оставить ребенка. Когда я очнулась, то поняла, что мне на самом деле очень плохо. Я измерила давление, но поскольку я не медик и не понимала, насколько показатели критичны, отправила фото мужу. Это было ночью, он не ответил, я переслала сообщение его друзьям-врачам. Они сказали мне, что данные очень плохие, и нужно вызывать скорую. Но поскольку оставить ребенка не с кем, я начала искать в интернете советы, как повысить давление. Сделала крепкий кофе, легла с ребенком и смогла уснуть. Утром уже было немного полегче, говорит Оксана. На второй день у нее появилось давление в груди и кашель. Пришлось обратиться в ближайшую поликлинику, но обследование не выявило никаких отклонений. Легкие, чистые, температуры нет. Врачи отправили Оксану домой. Через пару дней у меня поднялась температура 37,5-38. После этого муж вызвал такси, и мы с сыном поехали в госпиталь. Муж Оксаны, который находился в том же госпитале с уже подтвержденным коронавирусом, связался с доктором, объяснил ему ситуацию, после чего его поместили в бокс. Сам он выписался раньше, чтобы присматривать за ребенком. Сама Оксана провела в больнице неделю. В боксе я провела ночь, понадобилось 8-10 часов, пока не пришли результаты теста. Они оказались положительными. Меня перевели на лечение в общую палату. Поскольку в инфекционном отделении все уже было забито, меня направили в травматологию, переоборудованную для приема ковид-пациентов. От большого количества лекарств у меня очень сильно начала болеть голова. С дыханием и насыщением кислородом крови проблем не было. Но у Оксаны держалось низкое давление, и врачи не понимали, почему это происходит. Даже когда на четвертый день я почувствовала улучшение, попросила отпустить меня домой, медики настояли, чтобы я осталась. В итоге я провела в госпитале еще три дня. Потом лечение я продолжила уже дома. Все препараты мне выдали с собой, сообщает россиянка. Сейчас Оксана вместе с мужем и сыном дома ее самочувствие улучшилось. По ее словам, болезни нахождения в госпитале изменили ее отношение к жизни. Теперь я особенно ценю свою обычную нормальную жизнь. Даже просто выход в магазин раз в неделю – радость. Хочу посоветовать всем, кто вынужден находиться в самоизоляции. Пожалуйста, сидите дома и не относитесь легкомысленно к этому вирусу. «Эта болезнь заставила меня пересмотреть мой взгляд на мир и понять, что главное – это не деньги, не работа, а наше здоровье, наша жизнь и наши близкие», – заключает Оксана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...